Творческая акция «Осенний марафон» стала уже традиционным мероприятием белорусского движения «Веселых и находчивых». Каждую осень игры КВН проводятся среди специальных учебно-воспитательных учреждений по всей стране. Сегодня шесть команд со всей Гродницкой области представили свою юмористическую программу. Для участия в акции приглашались команды КВН-подростков, которые находятся в социально опасном положении или состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. Ребята боролись за право презентации нашей области на финальной игре, которая состоится в Могилеве в конце ноября. У нас впервые в областном дворце творчества детей и молодежи проходит мероприятие в рамках республиканской акции «Осенний марафон». Сегодня представлены команды, лучшие команды Гродинской области по игре КВН, учреждения общего, среднего и среднеспециального образования. Сегодня на нашу встречу были приглашены финалисты областного отборочного этапа, команды из Островецкого, Лицкого, Щучинского районов, Мостовского районов и города Гродно. Команды представили визитную карточку на тему осени, провели разминку и сразились в озвучке известных фильмов и собственных видео. Ребята с успехом выполнили программу юмористического шоу и оправдали ожидания не только зрителей, которые живо отзывались на каждую шутку, но и жюри. «Интересно, я так думаю, сегодня будет запоминающиеся. Ребята готовились, ребята старались, и для них это шанс себя показать. Ожидаем от них, что будет просто смешно, и мы, наконец-то, отдохнем от трудовых будней». Основная цель акции «Осенний марафон» – снизить негативное проявление в молодежной среде, создать условия для веселого и интересного провождения времени ребят, вступивших в конфликт с законом. Школьники, в свою очередь, с энтузиазмом участвуют в играх и заряжают зрителей неподдельным позитивом. «Сегодня будет море веселья и юмора. Мы первый раз выступаем, она как бы волнительна. Все знают, что это для нас будет важно. Если мы попадем на республику, будет просто супер, и просто команда такая даже юмористическая. Без юмора не обойдется у нас сегодня». В результате юмористической битвы победителем стала команда из Лиды, которая через месяц представит Гродненскую область на финальной игре в Могилеве. Юлия Косила, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.